Это её содержит спойлеры к сериалу, я предупреждаю. Вы в курсе? Моя часть Сёгуна. Событийный эпизод. 24 секунды, жажданные после релиза, наконец даны. Это тизер восьмого эпизода. Много подозрений. Как будто у Таранаги есть секретный план, а смерть Нагокада была зря, нет данных, есть нюансы в истории, указывающие на это. Так. Мой эпизод «Бездна жизни». Один персонаж, Марика Тодда, видит жизнь как бездну. Чувствую, что этот эпизод сфокусируется на её арке. Люди, ведающие будущее, ставят много на следующий эпизод, возможно, он станет самым большим. Так что больше не буду затягивать, давайте перейдём к видео и разберём всё, что можно было узнать из трейлера к восьмому эпизоду «Шогуна». Так в трейлере следующего эпизода показали, как лорд Исидо общается с Леди Ачибой и делает ей предложение. Он сказал, «Предлагаю укрепить наши отношения браком». Не буду врать, лицо Леди Ачибы, когда он это сказал, выглядело так, как будто это последнее, что она хотела услышать на свете. В данный момент Леди Ачиба – самая могущественная женщина в Японии, мать будущего Тайко. Мы видели в паре эпизодов назад, через что ей пришлось пройти, чтобы родить бывшему Тайко сына, и она, казалось, абсолютно ненавидела этот опыт. Так что я могу предположить, что теперь, когда у неё есть свобода и способность волныть людей, как ей угодно и как она уже делала, я не думаю, что она захотела бы готова выйти замуж за лорда Ишида, ей это не нужно. Скрипит крепость, лучше перед людьми, поддерживающими лорда Ишида. Поможет Леди Ачибе получить лояльность, боится за сына опасность, если Таранага прорвёт Осаку, не думаю. Лот Ишида влюблён в Леди Ачиби, это продолжим развивать. Управляет им, как кукловод, не хочет упускать власть. В романе говорится, что она всегда любила Таранага. Тайко рассказал, как Таранага чуть не оказался с Леди Ачибой. Так что её любовь к другому, не Кышидо, возможно, она откажется. Далее ролик возвращает нас в Идзу, видим Джона Блекторна, общающегося с Марика, армия готовится, кажется, они движутся в Осаку. Джон Блекторн сказал Марика, не езжай в Осаку, её ответ. Моя верность не позволяет поступить иначе. Показывает, что верность Йоши Таранаге ценит превыше всего и следует больше всего. Кажется, смерть на Гокадо не негативно сказалась на Таранаге, и он всё же может быть отправлен в Осаку под присмотром брата Саэки на Бутатсу. Существует много теорий, что Саэки и Таранага могут применить подход Троянского коня в Осаке. И это может быть возможно. Могли заставить притвориться, что Таранагу взяли в заложники, но, будучи в стенах замка Осаки, напасть на всех внутри, предлагая несколько иной подход к Кримсон Скай. Это обесценивало смерть Нагокадо и Таранага, не рассказав сыну, умер бы напрасно и не смог бы бороться, как хотел. Это не ясно сейчас, но возможность вполне может появиться на горизонте. Помним, что Джон Блэкторн – один из самых доверенных людей Таранаги. Не думаю, что кто-то ещё более доверяется Таранагой в данный момент, ибо Джон спас его и клялся в верности ему. Одно из последних, что сказал Джон Блэкторн – «Смотрите на великого полководца, блестящего мастера обмана, встав и уйдя». Джон Блэкторн открыто говорил об этом по-португальски, ну, по-английски, но по-португальски в контексте шоу, что поняла бы только Марика, сидящая там. Это может быть тонким намёком на то, что у Таранаги действительно был план в рукаве. На самом деле он не сдавался, как нам показали. И Блэкторн вполне мог быть в этом так, что я думаю, что мы увидим потенциальное раскрытие плана Таранаги в следующий эпизод. После того, как Джон Блэкторн сказал Марика, что он не хочет, чтобы она уходила, я думаю, что это может быть так же будет эпизодом, где мы в конечном итоге видим, как Джон Блэкторн спрашивает разрешение у Таранаги, чтобы Марика могла развестись со своим мужем, Тадой Бунтаро. Это делается для того, чтобы она могла в конечном итоге выйти за него замуж. Тем не менее, в предыдущих итерациях Сёгуна Таранага говорит, что этого не произойдёт, и просит, чтобы это никогда больше не упоминалось. Я также думаю, что это тоже может быть так, потому что мы увидим, как предложение будет сделано между Лордом Ишида и Леди Атибе. Было бы неплохо, чтобы и с другой стороны произошло то же самое. В следующей части трейлера видели, как Таранага разговаривает с мужчинами перед ним. Были слышны тревожные слова «Мы не можем следовать за тобой на этом пути к поражению». Хираматсу посмотрел на него таким злым взглядом, но люди, клянущиеся Таранаге, начинают сомневаться, действительно ли они должны идти в Асаку с ним. Это может быть одно из двух. В прошлой серии говорилось, если Таранага сдастся Ишидо или Диачибе в Асаке, половина его людей должны будет совершить сипуку. Это могут быть люди Таранаги, которые не готовы к этому. Или же Таранага ищет союзников для битвы, которую он ведет в Асаке. И это может быть встреча с другими дайме, которые говорят, что не станут его союзниками. В то время многие дайме избегали выбора стороны в битве при Секи Гахаре, что может быть связано с ситуацией здесь. Люди страшатся выбора стороны, не желая оказаться на стороне проигравших в истории. Мы видим одну из важнейших частей трейлера – встречу Таранаги и Марика. Таранага спрашивает, «Теперь ты готова внести свой вклад?» Марика не отвечает. Она просто смотрит в объектив, позволяя нам увидеть страх, охвативший ее. Я расскажу о сюжете книги и мини-сериала 80-х. Если вы не хотите спойлеров, пропустите этот момент до нужного времени на экране. На мой взгляд, здесь и проявляется название эпизода. Жизнь Марика словно погружается в бездну. С каждым днем ей не хочется быть там, ее всегда запрещают провести Сепуку, будь это Таранага или ее муж Тодо Бунтара. Таранага разрешает идти с ним в Осаку и сражаться рядом с ним, что в конечном итоге позволит ей умереть на поле боя, если она захочет, предлагая ей выбраться из жизни, которую она более не желает вести. Мы видели, что Марика может защитить себя пару серий назад во флэшбеке. В сериале 80-х Марика Тодо умерла, когда достигла замка Осака и была атакована ниндзя, работающими на Исидо. Единственное, ради чего Марика была в Осаке, это освобождение заложников, которых держал Исидо. Она жертвует собой, чтобы Джон Блэкторн смог вывести заложников, что, как надеется Таранага, привлечет ему больше союзников и отвернет людей от Исидо. Это наверняка будет душераздирающий момент. Мы познакомились с персонажем Марика, и Джон тоже испытывает к ней глубокое чувство. Поэтому я думаю, что это будет разрушительный момент, когда мы узнаем, что она умерла. Тем не менее, я думаю, что в ней будет чувство счастья, поскольку она больше не будет погружаться в пропасть. Возвращение заложников, чтобы привлечь больше союзников на сторону Торинаги, это то, что я думаю, что в конечном итоге это произойдет. Так как в истории было сказано, что Исидо Муцунари потерял много людей на его стороне из-за ситуации с заложниками и смерти Тамако, человека, на котором основана Марика Наа. Так что я думаю, что это будет решающий момент в смене направления шоу. Хотя я не знаю, произойдет ли это в следующем эпизоде, я думаю, что это вполне может быть подставой смерть Марика, которая должна произойти в девятом эпизоде, и мы понимаем, что она собирается делать, и почему она собирается это делать. После этого трейлер закончился. Похоже, следующие серии знатными будут. Все хотят битвы. В этом сериале грандиозное сражение Пресеки Гахари предрисовано замечательно. Лорд Торинага и Лорд Исида. Их люди выкладываются на поле боя. С нетерпением жду следующую серию. Чую, она будет интересна. Вот и все. Восьмой серии Сюгуна. Трейлер разъяснен. Трейлер разъяснен.